Приближение к точке невозврата. Некогда роскошная усадьба 18 века Петровская Алабина стремительно разрушается. Уникальный памятник классицизма все больше напоминает руины. Специалисты уверены, если срочно не начать реставрацию, одна из архитектурных жемчужин Подмосковья будет безвозвратно утрачена. Слово Александру Шишко. Вот остались два обелиска отъездных ворот в западной страны. Совсем недавно они еще были высокие, на них на шпиле было что-то вроде флажка. Когда-то сюда въезжали кареты, теперь даже ходить опасно. Усадьба 18 века Петровская Алабина рассыпается на глазах. Главный дом превратился в руины, зарос сорняками и деревьями. Был двухэтажный, сверху был купольный барабан, которого замечала статуя Аполлона по одним источникам, по другим источникам Катерина второй. Выполнен тоже из чагуна. Статуя пропала, барабана, проще говоря, купола тоже нет. От памятника классицизма архитектора Казакова остались только стены и колонны. Не следа от уникальных интерьеров. Сфинксы, украшавшие парадную лестницу, остались только на фотографиях. А вот легенды о пропавших алмазах до сих пор ходят среди местных жителей. Порядка, что их кто-то украл, слуга какой-то, не помню, и спрятал в стенах разрушенного здания. Говорят, что может быть они еще здесь где-то. Усадьба Петровская-Лабина – это еще конный двор, парк, церковь и четыре жилых флигеля. Они, кстати, сохранились лучше, чем главный дом. В двух даже живут люди и находится почтовое отделение. Внутри сводчатый потолок и древянная лестница. Приезжают сюда туристы, но приезжали бы больше. Приезжают, смотрят, спрашивают. Конечно, стыдно. Построил усадьбу русский промышленник Никита Демидов. Последними владельцами стала семья князя Мещерского. Уже при них во второй половине 19 века здания начали ветшать. В полный упадок все пришло в советские годы. Собственником усадьбы сейчас является государство, арендатором ООО «Изумрудные поля». Компания, которая занимается охраной исторических мест и зданий. Но для восстановления усадьбы она не делает ничего. По нашей информации, в настоящее время собственник подыскивает инвестора, который сможет отреставрировать, восстановить усадьбу. Точка невозврата она не прошла. Реставрация возможна. Только медлить нельзя, иначе совсем скоро. И восстанавливать-то будет нечего. Александр Шишко, Павел Газунов, Юрий Ермаков, Александр Косенков. Вести. Москва.